Уважаемые члены клуба, Дамы и господа, я приветствую вас на очередном онлайн SEO-форум. Специальный карантинный режим продолжается, мы сидим дома, работаем на дистанционном управлении в режиме онлайн. И все наши проекты, а скорее, точнее сказать, 75% проектов реализуются в онлайн режиме. Мы продолжаем онлайн SEO-форум, и сегодня нашим гостем является генеральный директор компании «Века.Русь» Таранушич Андрей Витальевич. Андрей Витальевич, добро пожаловать. Добрый день, господин Алиев. Приятно, что вы мне даете сегодня возможность выступить перед уважаемой аудиторией. Спасибо за приглашение. Прежде чем перейти к вопросам и ответам, я хотел бы попросить вас рассказать о компании «Века.Русь». С удовольствием я скажу несколько слов, хотя я очень долго и с любовью могу рассказывать о нашей компании. В прошлом году мы отметили двойной юбилей, 20-летие компании «Века.Русь» и 50-летие головной компании «Века.АГ». В Германии. То есть это международный концерн, официальное название «Века.Русь» или «АГ.Акции Энгизельшев». На протяжении 50 лет, как я уже сказал, компания «Века.Русь» была и остается известной по всему миру компанией, которая производит качественные профильные системы для изготовления окон, дверей, небольших фасадных конструкций. Потому что наши профильные системы – это ПВХ-системы, которые применяются в основном в массовом и индивидуальном строительстве для решений таких, как остекление квартир, домов, входных групп в этих всех квартирах и домах. Поэтому мы являемся представителями той отрасли, которая по всему миру занимается одним – созданием комфортного жилья для нас с вами. А мы сейчас как раз-таки, находясь в изоляции, зачастую, может быть, с друг другом хоть по телефону общаемся или по скайпу, или как здесь сейчас в виде конференции, зум-конференции. Но все-таки, когда нам хочется посмотреть в окно, то мы обязательно и вспомнить, какая прекрасная жизнь снаружи. Мы все-таки смотрим через окно. И вот как раз-таки мы занимаемся созданием тех систем, которые можно увидеть в любой стране мира. Основная головная компания находится, как я сказал, уже в Германии. И у нас 18 предприятий по миру. Основные предприятия, которые могут быть встречены нами с вами на любом континенте, они расположены, конечно же, в тех местах, где происходят достаточно крупные строительные проекты. И в свое время, 20 лет назад, компания Века АГ приняла решение прийти на постсоветское пространство. И с того момента мы уже построили три завода на постсоветском пространстве. Тот завод, где я сейчас нахожусь и откуда мы ведем с вами этот разговор, он находится в Москве, на территории Новой Москвы. Второй завод наш находится в Новосибирске, или точнее сказать, возле Новосибирска, 10 километров от центра города, по прямой. Ну, конечно же, если смотреть по объездной, то там чуть побольше необходимо времени затратить. И третий завод находится у нас под Киевом, в Проварах. Это те заводы, которые мы используем для поставок основных видов профилей на все постсоветское пространство. А с недавнего времени мы поставляем также с помощью наших партнеров изделия, например, в Японию. То есть мы работаем достаточно активно давно и имеем большой опыт в этом направлении не только на постсоветском пространстве, а, как я сказал, 30 лет до этого мы работали во всем мире. Есть завод головной в Германии, фактически это, ну, если так, центральная точка Германии, недалеко от известного города Мюнстера или Дортмунда существует совсем небольшой, но очень красивый городок Зененгос. И в этом городе находится наше головное предприятие. Остальные предприятия находятся, три предприятия находятся в Соединенных Штатах Америки, одно в Канаде, и все остальные предприятия в основном расположены на европейском континенте, но также есть предприятия у нас в Китае, в Шанхае, есть у нас предприятия в Латинской Америке, есть у нас предприятие, которое недавно открылось, точнее сказать, это совместный проект с одним крупным другим партнером в Индии. То есть фактически все континенты, на всех континентах и во всех крупных городах представлены наши продукты. Не секрет, что в период пандемии коронавируса очень многие компании столкнулись с серьезными трудностями. У всех разные проблемы, у всех разных секторов, но есть и общие проблемы. Я хотел бы узнать, с какими проблемами вы столкнулись и в чем видите решение этих проблем? Ну, основная проблема, с которой мы столкнулись, это, конечно же, как и все, наверное, на сегодняшний день в мире, с тем, что из-за, казалось бы, не совсем обычного, наверное, гриппа, но, в принципе, это что-то наподобие гриппа, мы вынуждены находиться далеко друг от друга и не имеем возможность общаться непосредственно с нами, с нашими партнерами. Хотя, несмотря на все эти проблемы, мы не прекращали производить отгрузки и не останавливали полностью производство. Почему? Потому что как раз-таки в это время мы все знаем, что на территории всех государств, которые фактически с ответственностью относятся к тому, что борьба с существующей проблемой, она должна быть именно настроена таким образом, чтобы создавались новые больницы или быстро возводились или реконструировались уже существующие больницы. Наши партнеры как раз-таки и являются теми, кто изготавливает качественные оконные конструкции, витражные конструкции для этих больниц. У нас есть некоторые партнеры, которые вот в это время сейчас не только ограждающие конструкции наружные изготавливают, но и внутренние медицинские блоки изготавливают для того, чтобы можно было разделить те или иные большие помещения на определенные отдельные блоки. Поэтому мы фактически вынуждены были полностью перестроить наше общение с партнерами на вот такой вид, который у нас есть сейчас с вами, то есть на электронный. Мы давно и очень целенаправленно этим занимались. Я имею в виду перестройкой нашего сбыта на современные электронные виды взаимодействия, но все-таки в этот короткий промежуток нам пришлось перестроить все, и персональное общение, и технические консультации, и ведение взаимодействия с партнерами для того, чтобы технические проекты, которые мы сопровождаем, были точно так же удаленно, грамотно, с технической точки зрения и с точки зрения правильного выбора тех необходимых конструкций, которые в данной ситуации должны быть применимы. Вот этими задачами мы сейчас занимаемся не непосредственно, находясь у партнера, или у проектировщиков, или у строителей, а удаленно. То есть наша команда онлайн находится 24 часа в сутки, и тем самым мы пытаемся вот возникшие проблемы решить. Во многих странах, в том числе и в России, правительство выделило помощь, поддержку компаниям, которые наиболее были подвержены вот этому влиянию пандемии коронавируса, пострадали в результате определенных вот этих действий. Какую поддержку изначально вы ожидали от правительства, и получили ли вы ее? Ну, пока мы получили только моральную поддержку. Ожидали мы, конечно же, то, что нам позволят работать в этих условиях, и это тоже уже большая помощь, так как предприятие, тем более непрерывного цикла, которым мы являемся, у нас фактически тот процесс, который невозможно остановить без проблем. Его необходимо останавливать только в случае, когда у тебя уже совершенно нету или электричества, или, соответственно, нету необходимого материала. А если быть откровенным, то это у нас все есть, у нас есть желание, и у нас есть самое главное запросы со стороны наших партнеров, как я уже это говорил. Поэтому самое главное, что нам позволяет руководство страны, и мы это ценим, продолжать работать, хотя мы вынуждены были, конечно же, сократить до минимума персонал, который необходим для этих целей, обеспечить сразу же всеми необходимыми средствами защиты и дезинфекции, которые предписывают наш регулятор, и, соответственно, обеспечить всех наших сотрудников той поддержкой, которая необходима. То есть добраться до работы, покушать на предприятии, для этого должны быть созданы условия. Еще раз повторюсь, ту продукцию, которую мы выпускаем, она, конечно же, с одной стороны, вроде бы не первостепенная для нашего с вами существования, но сейчас как раз-таки она используется для создания тех изделий, которые нужны в строительстве вот тех объектов, о которых я ранее сказал. Период изоляции, в принципе, все это вокруг пандемии происходящее меняет мир, и не секрет, что после пандемийный период мир изменится, изменимся мы, изменится стратегия наших компаний. Как вы видите изменения этого мира? Как изменится стратегия вашей компании? На вас лично как это повлияло? Ну, я вообще по жизни оптимист, и я считаю, что самое главное, что, наверное, нас всех после вот этого кризиса, что у нас поменяется, это поменяется вообще отношение к тем ценностям жизни, которые мы вообще, ну, может быть, и не замечали. Буквально несколько месяцев назад я дышал воздухом бакинским, гуляя по набережной, и вот этого, наверное, не хватает сейчас, в этот момент, несмотря на то, что в тот момент было очень жарко, это был август месяц или июль, и вы прекрасно меня понимаете, что такое ветер на набережной, который даже в 23.00 или даже в 24.00 при температуре, там, я не знаю, 25 градусов, он просто тебя не обдувает, а он тебя, наоборот, нагревает. Вот тогда казалось, что это чувство, что-то тебе мешает. А теперь ты просто-напросто, ну, я в данной ситуации, страдаешь так внутренне, что ты не можешь почувствовать вот это удовольствие. То есть все-таки мы, наверное, после этого кризиса должны понять одно, что, во-первых, насколько ценно вот это общение друг с другом, насколько важно, чтобы наши предприятия, которые мы развиваем, они развивались не только технологически, но и с точки зрения тех, кто в них работает, то есть с точки зрения подхода тех людей, которые работают на этих предприятиях, тех потребителей, которые потребляют нашу продукцию, их развитие должно быть, с моей точки зрения, в том, чтобы они ценили все, что у нас имеется, потому что, имея на сегодняшний день вот этот вот мир, куда мы не должны выходить, я имею в виду, где может гулять этот вирус, и гуляет, наверное, этот вирус, существует, мы должны иметь очень надежное жилище дома и очень уютное при этом жилище дома, жилище наше, которое нам позволит пережить и терпеть вот эти невзгоды, которые есть, и я желаю нам, всем, чтобы, когда все-таки это все пройдет, мы опять подумали действительно о своем доме, о своем очаге, который нам так необходим сейчас, необходим нам, нашим близким, нашим детям, нашим родителям, мы все прекрасно понимаем, что сейчас больше всего они подвержены этим проблемам, тем слабым людям, которые, наверное, сейчас нуждаются больше, чем мы в такой поддержке. И первое, наверное, что мы сделаем, мы продолжим с нашими партнерами, может быть, без громких слов, но участвовать в каких-то локальных проектах по остеклению детских домов, по остеклению больниц, где могут жить те люди, которым это нужно. Я не хочу сейчас говорить конкретно, в каких местах, потому что мы везде и активно этим занимаемся. Вот это бы я хотел, чтобы мы вынесли после этого кризиса и стали ответственнее. Очень многие представители старшего поколения, молодое поколение, как вы отметили, они подчинились требованиям правительств, там специальных комитетов, которые занимаются борьбой с коронавирусом, и остаются дома. Но это очень мучительно, потому что 24 часа, 7 дней в неделю. Я хотел бы, чтобы вы поделились рецептом, чем им заниматься, для того, чтобы это было и полезно, и интересно. Прошу вас. Я, конечно же, могу сказать тем, чем занимаюсь я. Но я решил, что этот кризис все-таки дает мне возможность, во-первых, напитаться новыми знаниями и той энергетикой из прекрасных, не только, конечно же, фильмов, но и, самое главное, книг. Мне всегда не хватало времени, может быть, почитать какие-то интересные книги. Всегда я куда-то стремился, бежал, как и многие из нас. Поэтому я сейчас для себя открыл много интересного того, что было спрятано на полках моей домашней библиотеки. И всегда я это откладывал на потом. Это первое. Второе, конечно же, после того, что мы уже много раз говорили и говорим о том, что нам не хватает времени на какие-то семейные дела и, может быть, на наших близких. Ну, я стараюсь сейчас почаще разговаривать со своими родителями, потому что они сейчас точно так же находятся на самоизоляции. Я стараюсь общаться. Слава богу, у нас есть вот такие вот средства взаимодействия, как Zoom или как Skype или как какие-то другие программные продукты, которые нам позволяют видеть друг друга. Это тоже очень важно. И, ну, третье, наверное, для меня такое откровение стало, что я стал слышать птиц, которые поют вокруг. Сейчас весна. Раньше, когда ты бежишь куда-то и садишься в машину или там проходишь, ты, может быть, не замечаешь. То есть я желаю, чтобы теперь эта кризисная обстановка, она просто вернула нас к вот этой нормальной, хорошей жизни. Мы стали, как я еще раз скажу, ценить то, что вокруг нас. И в конце я хочу поблагодарить вас за интервью, за участие в онлайн-север-форуме и прошу обратиться к членам Каспиен Европеен Клаб и другим бизнесменам, которые будут смотреть это видео. Уважаемые друзья, уважаемые, ну, скажем так, друзья по несчастью, я вас прошу, чтобы наше с вами будущее, которое мы, в принципе, создаем своими руками, оно стало после этого кризиса только лучше. Как ни сложно и ни тяжело нам с вами работать и развивать наши проекты, потому что, кажется, всегда нам мешают или не помогают. Но, в принципе, я считаю, что позитивное желание, оно всегда пробьет себе путь. И если мы с вами, получив сейчас возможность, ну, скажем так, вынужденно успокоиться и отдумать наши проекты, наше развитие в будущем, мы сделаем правильные выводы, сделаем, соответственно, много уже таких теоретических шагов и решений для того, чтобы потом быстро и без лишних расходов выполнить задуманные проекты, запустить те или иные процессы, которые, может быть, нам нужно было запустить еще раньше для того, чтобы быстро и качественно больше производить продукции, больше общаться с потребителем, больше создавать прекрасных и, ну, современных производств. Вообще, я считаю, что вы, ну, я себя причисляю к ним, не зря находитесь в этом клубе, не зря общаетесь друг с другом, потому что только такое общение позволяет нам обмениваться не только информацией, но и вот этой энергетикой, которая создает потом, наверное, у нас внутри ту основу или тот плацдарм для того, чтобы можно было с уверенностью смотреть в будущее. Желаю вам не заболеть, желаю вам вытерпеть все невзгоды и желаю вам добра. Благодарю вас. Благодарю, спасибо огромное. Спасибо вам тоже большое. Спасибо. Очень приятно. Взаимно. Всего доброго. До свидания. В конце всех выпусков онлайн SEO Forum я сперцую руки и призываю тех членов клуба, тех, кто смотрит, поддерживать нас. У меня специально есть такая вот, тут тоже всегда лежит рядом со мной салфетка. Я каждый раз точно так же, как и вы, сперцую руки и убираю все ненужные бактерии, которые сейчас могут нам навредить. Будьте здоровы. Всего вам доброго. Благодарю. Ко всем вам обращаясь, я хочу еще раз поблагодарить вас за то, что вы сидите дома, остаетесь позитивными, читайте много книг, изучайте новые языки, смотрите фильмы и никогда не забывайте, что вместе мы сила. Увидимся в очередных выпусках онлайн SEO Forum. Желаю вам всем удачи. Берегите себя, не болейте. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok